всем привет друзьям и зрителям моего канала мое почтение всех с рождеством всем всего самого наилучшего особенно здоровья и всего всего самого прекрасного и так сегодня я хочу приготовить рождественского кролика я тут уже столько наложил кругом всякого что мне нужно для готовки и я наверно параллельно не буду рассказывать что мне для этого надо а сразу буду показывать и готовить потому что время меня совершенно немного скоро приедет сын с подругой придут гости и мы будем обедать итак друзья здесь мой кролик здесь почти два кило нет не два даже побольше где-то около 2800 почти 3 кило кролика его я должен вымазать вот в этой горчицы дион горчицы поперчить посолить и немножко оставить для соуса я возьму топленое масло две вот таких упаковочки по 125 грамм шпека ну и потом соответственно пойдет в соус белое вино тимьян и сметана и для обжарки мне понадобится еще одну то есть это арахисовое масло сковородку я уже включил да здесь у меня два больших лука уже нарезаны это будет обжариваться вместе со шпеком и начнем сейчас немного замаринуем так сказать нашего кролика как следует просолим каждый кусочек поперчим отправим в нашу посудину и так проделаем с каждым кусочком и так друзья после того как я проперчил и просолил мясо кролика сковородка у меня уже нагрелась здесь я отправляю сюда топленое масло также немножко масло арахиса арахис это эрнус эль по-немецки и подождем до полного когда мое топленое масло растопится этим временем мы вымажем нашего кролика дион горчицы как следует вот так вот мешаем и убираем в сторону и так наше масло уже растопилось и сейчас мы сюда отправляем наш шпек итак друзья наш шпек обжариваться до такого состояния видите столько натапливается тоже жирок маслом нашему и теперь мы сюда отправляем лук и обжариваем лук итак друзья лучок с наш со шпеком уже поджарился и нам нужно его убрать из сковороды он потом пойдет наш соус лук и шпек а здесь вот это масло которое здесь останется и жир от шпека в нем мы сейчас будем обжаривать нашего кролика и так следующий этап друзья мои теперь мы обжариваем нашего кролика с двух сторон тушить нашего кролика мы будем моей вот этой кастрюле итак ребята кролик мы обжарили мясо кролика у нас лежит сейчас наши кастрюли и сюда мы теперь отправляем наш лук со шпеком все это сделаем так чтобы туда вниз опустилась хотя она когда даст сок она сама все опустится и теперь я показывал что нам нужно вино нас вайсбургундер сухое вино и мы это заливаем вином где-то пол бутылки включаем сначала чтобы это все закипело а потом убавим и будем тушить на медленном огне и итак друзья вот так выглядит наш кролик вот этот шпек который я жарил с луком и белое вино мясо вот уже совсем практически готов и отходит от кости то есть это будет просто изумление вкусно очень вкусно я уже попробовал вкус просто специфический мне даже слюни набираются для вкуса я добавляю еще сюда две ложки сметаны в наш вот этот соус и оставляем еще буквально на 15 минут прежде всего добавив ложку ложку может быть чуть побольше тимьяна вот возьмем столько я думаю этого хватит и еще оставим на 10-15 минут и наш крой кролик готов к употреблению наш рождественский кролик по французскому рецепту готов я сейчас приготовлю гарнир во втором видео вы увидите какой будет гарнир я приготовлю рис по-гречески который будет для нашего кролика и желаю всем прекрасного дня кто тот кто садится кушать приятного аппетита всего всего самого доброго подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока пока